друзья всех приветствую на канале про деньги и рынке и так 15 июля понедельник давайте обсудим события которые предошли за эти выходные конечно мы имеем ввиду покушение на экс-президента дональда трампа и вторая новость которая касается нашего российского валютного рынка дело в том что правительство снизило порог обязательно продажи экспортной выручки до 40 процентов как это и другое повлияет на рынке давайте обсудим но до этого обязательно подпишитесь телеграм-канал про деньги и рынке там и авторский канал первая ссылка в описании под этим видео там я публикую свои мысли вслух некоторую короткую аналитику и точечные моменты которые непосредственно влияют на рынок вторая ссылка это клуб инвесторов про деньги и рынке плюс это дополнительный контент инвестиционные идеи прямые эфиры перед открытием рынка и непосредственно общение со мной друзья и третья ссылка дело в том что завтра 16 июля во вторник в отдельно созданном телеграм-канале я буду проводить онлайн эфир и этот онлайн эфир будет посвящен теме айпио по сути дела это образовательный онлайн эфир связанные с получением дополнительной информации что же такое айпио тем более эта тема сейчас крайне актуальна для российского фондового рынка я думаю что это будет полезно для вас если вы реально инвестируйте в ценные бумаги и рассуждаете а стоит или не стоит принимать участие вот в этом мероприятии этот онлайн эфир и подобные эфиры которые будут впредь приходить в этом канале бесплатные поэтому третья ссылка в описании если вы действительно инвестируйте работайте на фондовом рынке милости просим и так хотел бы я начать с того что золото сейчас на момент записи этого видео московское время сейчас 7 часов утра пока пишу данный обзор торгуются на отметке в 2411 долларов за тройскую унцию почему я этот обзор начал именно золото дело в том что уже была такая точка зрения прямо на выходных в разных телеграм-каналах от разных экспертов что золото вероятно обновить исторические максимумы в момент открытия торгов и это будет связано как раз вот ситуации с покушением на дональда трампа как мы видим что ничего подобного пока мы не наблюдаем азиатские торги вовсю уже проходят я бы то сказал что никакой паники и либо каких-то распродаж в азиатскую торговую сессию не наблюдаются а нефть у нас торгуется вблизи отметки 85 плюс минус долларов за один баррель в общем как будто бы ничего не произошло но кстати вот эту информацию я также уже опубликовал текстом в телеграм-канале до записи этого видео ну что же в ночь на 14 июля по московскому времени в штате пенсильвания в сша на предвыборном митинге произошло покушение на экс-президента сша дональда трампа эти кадры которые сейчас вы видите и фотографии видео уже облетели практически весь мир уже все обсудили это мероприятие это событие некий 20-летний юноша томас крукс который как он сам утверждает не любит ненавидит республиканцев совершил это деяние да ну и там же кстати был ликвидирован но сейчас давать оценку этому не будем но мы знаем лишь одно что в истории сша уже были подобные случаи более того что даже было четыре убийства президентов первым из них был президент аврам линкольн убийство произошло в апреле 1960 1865 году следующий джеймс абрам гарфилд также улем к мак кинли вот эти три президента были убиты но и четвертый всем известны джон кеннеди который был убит 22 ноября в 1963 году конечно же уже начинает проводить некоторые параллели вот этого события однако же многие эксперты и политтехнологии говорят о том что вот это событие вот это покушение карту которое произошло в ночь на 14 июля в штате пенсильвания только лишь повысила существенно повысила рейтинги дональда трампа кстати говоря сегодняшнего дня по 18 июля будет проходить конференция республиканцев на которой вероятно и будет официально выдвинута кандидатура дональда трампа в качестве кандидатов в президенты сша и кстати говоря если это произойдет то там же дональд трамп может объявить фамилию своего вице-президента очень интересная ситуация посмотрим что из этого выйдет но в любом случае вот эти все события они конечно же имеют некий резонанс и в том числе могут оказать резонанс для фондовых рынков а вот здесь друзья давайте чуть поподробнее мы уже с вами обратили внимание что фактически рынке по крайней мере золото нефти ну вот никак не отреагировали можно сказать на это мероприятие но я думаю что здесь все и понятно потому что на сам дональд трамп уже в своей социальной сети написал что в целом конечно он шокирован но все в порядке он продолжает борьбу он предлагает объединиться вокруг этой ситуации борьба со злом и так далее все это конечно прибавляет ему очков но другое дело что действительно я согласен с точки зрения что это повышает шансы получить кресло в белом доме в ноябре месяце этого года то есть мы с очень высокой долей вероятности увидим дональда трампа уже в должности 46 президента соединенных штатов америки и вот как раз от этого и давайте сами мысли развивать давайте вспомним какими принципами руководствовался дональд трамп будучи на первом президентском сроке дело в том что в свое время он во-первых развязал торговую войну с китаем то есть он начал торговое противостояние с по сути дела 2 или можно сказать по каким-то параметрам и первой экономикой мира ну конечно же 2 экономика не будем тут завышать показатели во вторых дональд трампа отметился тем что он всячески поддерживал товарно-сырьевой рынок в частности рынок нефти и нефтяников он находил диалог с представителями опек непосредственно с саудовской аравии и это конечно в какой-то мере поддерживала на котировки в определенный момент времени но конечно же тут не стоит забывать что 2020 год обвал всех рынков но это дело скорее исключение чем правило следующий момент при дональде трампе крупные акции крупных компаний в том числе нефтяных компаний очень хорошо росли потому что дональд трамп был сторонником снизить налоговую нагрузку на корпорации за что кстати его критиковали демократы и другие политические истребиные так скажем силы но еще пожалуй как мне кажется главное дело в том что дональд трамп был сторонником низких процентных ставок федеральной резервной системы сша помните он достаточно серьезно конфликтовал с на тот момент и поныне действующим председателем федеральной резервной системы сша джеромом паулом он практически настаивал на то чтобы фрс снизила процентные ставки для того чтобы стимулировать экономику но на тот момент времени у фрс конечно же были предположения о разгоне инфляции но и собственно сейчас мы видим что ставки находятся на исторических практически можно сказать исторических максимумах за 40-летнюю историю но и вот смотрите вот от этого момента мы с вами дальше развиваем мысль если дональд трамп побеждает и он приходит в белый дом вот с теми же принципами с которыми он руководств по которым руководствовался в первую президентскую кампанию то конечно же мы с вами можем увидеть некоторые разгон товарно-сырьевых рынков потому что рынки начнут предполагать что дональд трамп вероятно будет лоббировать интересы хотя он официально не сможет это сделать поскольку фрс это независимая система но может лоббировать интересы низких процентных ставок интересы крупного бизнеса в том числе нефтяного бизнеса и что может привести к давлению по крайней мере такому эмоциональному давлению на фрс чтобы тот снизил процентные ставки ну а снижение процента ставки которые кстати ждут в этом году несмотря ни на что может поддержать товарно-сырьевые рынки и друзья поддержит товарно-сырьевый рынок частности золото и нефть поэтому исходя из этого золото сегодня по крайней мере в момент записи этого обзора не обновляет максимум очередные на вот этой вот так сказать ситуации с покушением на долю на дональда трампа но вероятность того что золото вероятно и далее будет расти дорожать крайне высокая потому что золото будет рать как раз вот именно на ожиданиях снижения ставки и на политике дональда трампа вот я к чему склоняю друзья поэтому если мы с вами понимаем всю вот эту взаимосвязь и всю эту конструкцию мы с вами должны делать определенные выводы кто или какие компании от этого выигрывают конечно же мы говорим в первую очередь непосредственно о самом золоте мы говорим о золото добывающих компаниях и конечно же мы говорим о том что если золото будет дорожать например к рублю то это конечно же некий повод к очередной локальной слабой может быть но тем не менее девальвации российской валюты против например валюта таких как китайский юань и прочих кстати говоря по поводу валют дело в том что вот в эту субботу также вышла новость о том что правительство смягчило требования обязательно продажи валютной выручки инициатором вот этого действия еще был тогда вице-премьер белоусов который ныне является министром обороны российской федерации это было связано с тем чтобы валюта поступала на территорию российской федерации чтобы поддержать так сказать валютный курс чтобы он не рубля не обвалился и вот это было принято решение чтобы крупные экспортеры обязательно продавали но практически всю свою валютную выручку и переводили свои средства в рубли затем в июне месяце буквально вот недавно вот это вот норма таскать была снижена до 60 процентов то 60 процентов необходимо было продавать валютной выручкой и вот буквально с субботы действует новое так сказать правило что продавать нужно сказать до 40 процентов то есть 40 процентов валютной выручки нужно продать 60 оставить в валюте естественно вот это действие одно принципиально может в какой-то мере оказать влияние на валютный рынок на валютный курс и в этом аспекте мы с вами можем рассуждать конечно же пока про китайский юань но либо например про золото золото мы только с вами обсудили что она на глобальном рынке может иметь тенденцию к росту из-за политики фрс и политики дональда трампа будущего президента по крайней мере есть такая точка зрения я не утверждаю а что касается китайского юаня либо доллара сша который конечно же уже торгуется но на вне биржевых торгах то здесь мы можем сами видеть некое ослабление национальной валюты вот по этой причине что что снижается вот эта доля обязательная продажа валютной выручки кстати говоря центральный банк ведь тоже топил за то чтобы отменить это правило вообще что она контрпродуктивно что она практически никак не влияет на ситуацию с поступление валютной выручки и только лишь вредит для компании вот именно экспортного направления но что называется пожим увидим но в целом логика вполне себе понятна и очевидна то есть какой мы можем сделать из этого вывод что значит появляются некоторые условия для того чтобы национальная валюта стала потихонечку девальвироваться это первый момент и второй момент появляется реальные условия к тому чтобы золото начинаю продолжала точнее дорожать вот главные выводы которые мы сделали сегодня из того что происходит сейчас на глобальной арене и того что происходит здесь у нас в российском контуре друзья на этом пока все телеграм-канал про деньги и рынки вторая ссылка клуб инвесторов про деньги рынке плюс и третья ссылка это обучающие онлайн эфиры каждый вторник все ссылки внизу все рабочие до встречи в следующих обзорах